Итак, мы остановились на том, что вас никто никогда в жизни не войдет, не обольстит, не обманет, если вы будете знать, что вот это вот Слово Божие, там так написано. Когда кто-то цитирует, должен цитировать Слова Божие, как Слова Божие. Если кто-то рассказывает сон, то он должен рассказывать сон, а не как пророческое слово. И когда пророческое слово выходит, мы преподносим его и передаем его как пророческое слово, в точности переведенное, даже если оно было сказано на ином языке. Мы не можем извращать Слова Господни. Все Слова Господни, они истинны. И благодаря тому, что они истинны, мы и принимаем эту истину, как первоисточник. Поэтому, напротив, еще больше углубить истинный дальний перевод для того, чтобы уразуметь смысловое значение Писания. Я обязательно один день уделю для вас, внимание уделю, вопросам, как же необходимо исследовать Священное Писание, как нужно читать, как нужно чем пользоваться. Хорошо? А сейчас давайте поговорим также о том, что тот труд, который вы сегодня делаете, казалось бы, для себя, учитесь, познаете, повышаете свой уровень образовательный. Это не только для вас. Это в теле Господнем предусмотрено Его планом, Его планом, что Он будет использовать в вас, ваши знания и ваши дипломы, которые вы получите в миру. Почему? Потому что вы знаете, что то, что происходит в Украине, оно очень сильно является отображением иногда то, что уже в России. В России приняли один закон. У нас почему такой закон не принят? Если у нас, то какой-то закон приняли. Они там тоже обсуждают, принимают подобные законы. Отчасти. Но мы все связаны в этой системе государственной между собой. И не так давно, очень недавно, в этом году, я читал такую информацию интересную. И вам зачитаю ее. Что Министерство образования России признает богословские ученые степенные звания наравне с мирскими. Теперь при лицензировании учебных заведений преподаватели с богословскими степенями будут приравнены к их светским коллегам. Таким образом, в религиозных вузах появятся профессора, сертифицированные государством. Это, в свою очередь, даст возможность на практике реализовать принятые в 2008 году поправки к закону об образовании, согласно которым религиозные вузы могут получать государственную лицензию. Поэтому лицензирование получили всего три семинарии. Московская, Смоленская, Хабаровская. Однако вероятность списка вскоре существенно расширится. Кроме того, по словам министра образования Фурсенко, в будущих семинарях могут появиться собственные диссертационные советы, учрежденные Всероссийской диссертационной комиссией ВАГ. В этом случае они смогут проводить защиту диссертаций и по советским коммунитарным наукам. То есть библейское образование, богословское образование, теологическое образование, дипломы, которые вы будете иметь, и в теологических вузах, которых ныне народ учится, он будет приравнен к государству. Поэтому придет время, и государство будет очень нуждаться в ваших знаниях, как в дипломированных специалистах, профессионалах, где вы могли бы учить то, что вы получите здесь, в школах. Они элементарных вещей не знают. Они не знают, что такое Новый Завет, и что такое Библия и Коран – это вообще разные вещи. Понимаете? Думали, что это Библия, перевели на их мусульманский язык, и назвали эту Библию Кораном. Вообще. И многие другие вещи. Удивляешься, что элементарных вещей, просто невежество, существует до такой степени, что вам это показалось бы вообще абсурдным. Но тем не менее, оно существует. Поэтому слава Богу, что мы имеем такие вузы, как ваш МЖБА, и другие, которые подготавливают специалистов, готовят, Бог готовит, чтобы вас потом использовать. Не думайте, что ваш труд будет щетен для напрасен. Нет. Все, что происходит в вашей жизни, не напрасно. Я даже, когда готовили меня на военного переводчика, а меня готовили на военного переводчика с 11-ти уже лет. Я был в Суворовском военном училище. И уже 18 лет я был дипломированным военным переводчиком. Потом я учился еще в военном институте на странах языков. Закончил Киевский госуниверситет, стационар юридический. Диплом свой писал, перевел в Сомалийский кодекс в Сомали на русский язык. Его еще не было, в природе не существовало. Сравнил его с итальянским кодексом, с нашим украинским законодательством. Мой Яценко, Станислав Сергеевич сказал, говорит, у Лерии, это готовая докторская диссертация. Там было 400 лишних листов. Знание, которое Бог нам дает, Он всегда использует его в будущем. Поэтому для меня очень важно, каждая запятая, которая есть в оригинале, которая нет, которая не там она стоит, и люди смысла не могут понять священного писания. Там в книге Откровения, 4 глава, 8 стих написано, люди не могут писать, не там запятую поставят. Да они никогда не поймут. Потому что там запятая стоит. Там прокрыли. Там вообще такой стих интересный. Хотите посмотреть? Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим с вами книгу Откровений. Четвертая глава. Мне так часто приходится, вот, иногда... Что там написано в синодальном? Вы обратите внимание, там про крылья, вокруг, все остальное, да? Какое место? Восьмой стих, 4 глава. Животное, по-моему, там у вас, да? Да, каждое четвертое. И что оно там? Имело по шести крыл вокруг, запятая, да? Да. И дальше что? Внутри не вспомнили глаза. Да. Очей. Очей. А внутри не вспомнили очей. Не имеют они покоя ни днем, ни ночью, да? Воскреса, свят, свят, свят. На самом же деле, это не просто животное. Почему? Потому что животное никогда не имеет лицо. Животное вообще-то морда. Вы же это знаете прекрасно. Живое существо. Да? Да. Абсолютно. И перед престолом, 6 стих написано, море стеклянное, как русталь. А посреди престола и вокруг престола четыре живых существа. Полная честь впереди и сзади. И первое существо было подобно льву. А второе существо подобно тельцу. А третье существо имело лицо, как у человека. Ну, у животного бывает лицо, как у человека. Нет. Существо подобно человеку, как у человека. А четвертое существо подобно летящему орлу. И дальше, восьмой стих. И четыре живых существа, запятая, каждая из которых имела по шести крыл, по шести крыл, запятая, по шесть крыл, запятая, были кругом и внутри исполнены очи. Это пророст чего? Представляете? Кругом и внутри были исполнены очи. От них ничего не было сокрыто. Они исполнены и вне, и внутри, и кругом, везде, всюду. Оно, как на Синодале написали, каждая из которых имела по шести крыл вокруг, да, запятая поставили, да? Ну, как это крылья вокруг? Ну, представляете себе? Мы же имеем мышление абстрактное. Начинаем представлять себе, крылья вокруг как-то были. Не-не-не. Там не об этом речь. Которых имело по шесть крыл, просто по шесть крыл. Да, Херувим это они имеют шесть крыл, вы знаете. Летал. В книге пророка Деса написано. И летал Херувим. И одними крыльями он ноги прикрывал, другими глаза, а третьими он лицо, да. Это Херувим. Поэтому каждая из которых имела по шесть крыл, запятая. Были кругом и внутри исполнены очей. Не имеют, и они не имеют, они покоя, и не имеют они покоя ни днем, ни ночью. Восклицаясь, свят, свят, Господь, Бог, Сидержитель, Который был, есть и грядет. Ну, хорошо. Давайте дальше. Итак, мы знаем, что наше образование, наше обучение не будет напрасным. Бог будет использовать нас во все времена. Все ваши знания, которые вы приобрели от самого детства, от самой школьной скамьи, сейчас и в будущем, Он всегда, Дух Святой, Он вас напомнит все, что Он давал, все, что Он учил, во славу Его это все будет сделано. Во славу Его. Он будет полностью использовать вас всесторонне, все ваши знания. Все оно пригодится вам. Ничего не бывает напрасным, что бы вы ни делали в своей жизни. Все Бог будет использовать для славы своей. Библия, настолько она прекрасная книга. Я понимаю, почему и Пушкин стремился читать ее в оригинале греческого языка и еврейского языка. Я вам приведу примеры. И многие другие. Вот посмотрите, что говорил Авраам Линкольн, президент США. Я убежден, что Библия является наилучшим подарком, которым Бог когда-либо наделил человека. Все наилучшее спасителя мира передается нам через эту книгу. Мудрый человек был Авраам Линкольн. Конечно же. Не потому, что он был президентом, а потому, что именно потому, что он знал священное писание, знал слово, любил слово, любил молиться, общаться с Господом. Бог помогал ему принимать мудрое решение. Джордж Вашингтон, президент США тоже, говорил, невозможно правильно править миром без Бога и Библии. Библия, она в нашей жизни как компас, как ориентир направляет нас для принятия правильных, мудрых решений. Патрик Генри, писатель. Библия ценнее всех книг, которые когда-либо были напечатаны. Гораз Грилей. Невозможно поработить умственно и социально народ, читающий Библию. Библейские принципы лежат в основе человеческой свободы. Вот почему в 1923 году по указу Владимира Ильича Ленина Библию изъяли из школ. Понимаете? Невозможно поработить. Разве он не знал, что такое Библия? Знал прекрасно. Не был ли он слугой дьявола? Конечно, был. Слуга Господа не изымет Библию из учебных заведений. Это по его указу была изъята Библия. Джон Квинси Адданс. Так велико мое уважение к Библии, что чем раньше мои дети начнут читать ее, тем более я буду уверен, что они станут полезными гражданами своей страны и уважаемыми членами общества. Долгие годы я придерживаюсь обычая прочитывать Библию раз в год. Классные обычаи. У меня есть хороший друг, знакомый, служитель. Он Библию минимум в год прочитывает четыре раза от начала до конца. Это не просто чтение там. Знаете, как показатель, лишь бы прочитать. Нет. Каждый раз читаем, получает такие глубочайшие откровения. Эммануил Кант, философ, слышали такое имя, говорил, существование Библии как книги есть величайшей пользой для всех людей, когда-либо испытанной человечеством. Всякая попытка умолить Библию есть преступление против человечества. Сэр Исаак Ньютон. Вы знаете, кто такой физик Ньютон, да? Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся светская история. Гетте, поэт. Пусть развивается научная культура, пусть преуспевает естественная наука вглубь и вшире, пусть ум человека развивается сколько угодно, но культурного и морального уровня христианства, которое сияет в Евангелиях, они не превзойдут. Достоевский, Федор Михайлович. Господи, что это за священное писание? Какое чудо и какая сила данная с нею человеку? И сколько тайн разрешенных и откровенных. Люблю книгу и сию. Гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия. А Николай Васильевич Гоголь сказал, не будьте мертвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к жизни, и это дверь Иисус Христос. Пушкин, Александр Сергеевич. Он много стихов написал. Там пророк, другие. Что он говорил? Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше писания, в нем находить всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было велико с самой древности. Без этого не было бы философии, ни поэзии, ни нравственности. Англичане правы, что дают Библию детям. Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире, в ней все есть. Александр Сергеевич. И в заключение, что Белинский сказал. Много других, я только читаю некоторых из них. Белинский, все успехи в науках, философии заключаются только в большом проникновении в тайную глубину этой божественной книги. Основание Евангелия — откровение истины через посредство любви и благодати. Поэтому наше исследование и изучение Священного Писания должно основано всегда на той истине, которую мы имеем, которую мы ценим, которая есть сама Иисус, Господь Христос. Он есть это слово. И переводчики, как я говорила, они только отображают его на тот национальный язык, в те одежды национальные, которые облекают этим переводом его слово. Когда однажды великий поэт, когда он уже лежал на смертном одре, он попросил своего сына принести ему книгу. Говорит, пожалуйста, пойди в мой кабинет, принеси мне книгу на полке стоит. А он спросил, папа, какую книгу? А он говорит ему, есть только одна книга достойна называться книгой, Библия. Этот поэт был Вальтер Скотт. Он написал такие слова о Библии. У сей величественный том, в нем тайна тайн, и чудо в нем, блажен, кого сподобил Бог, вкусить величие этих строк, познать свою с бессмертием связь, страшась, надеясь и молясь, и горе смертным тем, кто здесь, впадал в сомнение или спесь. Вальтер Скотт. И вообще, все дореволюционные поэты, Жуковские, ну, какие только не возьми, все они знали священное писание, читали священное писание, многие из них писали прекраснейшие стихи на библейскую тему, но советская власть выхолостила полностью все учебники, все многие книги, все, что касается слова Библии и библейской тематики, она всегда все, всех энциклопедий убирала. И личность Иисуса Христа отображала там, как легендарная, там, мифическая личность. Слово Божие, оно вечное и неизменно. Псалом 88, 35 стих говорит, «Не нарушу завета моего и не перемену того, что вышло из уст моих». Бог говорит, вот почему переводчики с таким трепетом и тщательностью относятся к Священному Писанию от книги Бытия до книги Откровений, к всему то, что было передано нам. Потому что Бог не изменяется. Он вчера и сегодня во веки тот же. И все доктрины, которые содержат Священное Писание, они выходят только из одного, что Бог истинный. То, что Он говорил вчера апостолу Павлу, то, что мы услышали это Иисуса Христа через Его уста, через Его учеником, то сегодня применимо. И крещение в Духе Святом. Некоторые принимают, некоторые не принимают, некоторые говорят, это было в те времена. Это в те времена Дух Святой сходил. Сейчас, дескать, не, это все ложь сатаны и дьявола. Чтобы люди выборочно понимали, здесь читаем, здесь не читаем, здесь принимаем, здесь не принимаем. Кстати, крещение в Духе Святом. Вы знаете, что баптисты несколько негативно относятся к крещению в Духе Святом. Почему? Я вам прочитаю слова, опубликованные в интернете не кем-нибудь, а известным человеком. и ровчение его. Сейчас я найду, достану, она мне есть с собой здесь. Если уж я заговорил о нем, то, конечно, я вам его прочитаю. Гогольф так написал. Я не хотела об этом говорить, но пришлось к слову, поскольку крещение в Духе Святом очень важное для рожденных свыше христиан. Важный момент истины. Потому что та личность, третья личность Божества, которая в нас, она нас учит в глубинном священного Писания. Она нам дает не только силу, она нам дает и мудрость, и разумение Христового. Только благодаря Духу Святому мы можем преобразиться в образе его, в подобие его. Так вот, председатель Российского Союза евангелих и христиан, баптистов, что говорит о 50-нях и языках. Его фамилия Юрий Кириллович Сипко. И вот его ответы. Вопрос. Один из верующих пишет в его конфессии. Председатель Российского Союза евангелийских христиан, баптистов. Приветствую вас, Юрий Кириллович. У меня конфликт версий в голове. Харизматы и пятидесятники спасутся? Спрашивает. Они наши братья повели или нет? Или это лжехристы и обольстители? Объясните. 14 стих 14 главы 1 послания Коринфянам. Молился ли апостол Павел на таком же языке, как и коринфяне? У Бога непонятный язык? У пятидесятников или от дьявола этот язык? Жду ответа. Мир вам, Ярослав. Ну, первый вопрос. Спасутся ли? Первый вопрос. Очевидно, что мы с вами ведем разговор о спасении от вечного осуждения за грехи. И он говорит обо всяких, кто призывает имя Господня, спасется. Ибо если устами твои будешь расповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил из него из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует в праведность и устами исповедка спасению. Можем ли определенно сказать о том, кто спасется, кто не спасется? Тоже здесь рассуждает о том, кто будет веровать, кто будет креститься. Что вышел из воды в деяниях апостола. Помните, Филипп, ангел Господень его уже восхитил, а Евнух уже продолжал путь, радуясь. И говорит дальше, если мы станем серьезно исследовать Писание, на сей счет мы увидим, что нам не дано право ни о ком судить, спасется он или не спасется. Поэтому говорит он так, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который светит, скрытая во мраке, обнаружит сердечное намерение, тогда каждому будет похвала и от Бога. Это, братья, предложил я к себе и апостолу ради вас, чтобы вы научились от нас, не мудрость из-за того, что написано, и не превозносились один перед другими. Следующий вопрос. Братья ли они по вере, обольстители ли или лжехристы? Он говорит так. Евангельское основание для определения, кто кому брат власит. Он же сказал в ответ, говорившему, кто матери моя и кто братья мои. И указав рукой своей на учеников, сказал, вот матери моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю отца моего, небесно тот мне брат и сестра и матерь. Это был его ответ. Дальше. Текст, который вы пишете в первом послании Коринфянам, «Ибо когда я молюсь на ином языке, то хоть дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Первое послание Коринфянам 14, 14. Как раз относится к этому пастырскому внушению, увещеванию, внушении молитвы. Слова без плода надо понимать как бесполезная молитва. Интересно. Значит, получается, когда Павел говорил, что я больше всех вас молюсь на языках, это он совершал бесполезную молитву, комментируя его ответ. Разве не писал Павел о том, что я больше всех из вас молюсь на иных языках? Писал, говорил. Но его мнение, что слова остаются без плода, надо понимать как бесполезная молитва. В 9 стихе он говорит, «Вы будете говорить на ветер». Это достаточно грубое выражение, если бы оно относилось к дару Божьему. Дар Духа Святого дается на пользу, а не на ветер. Ведь мы помним ясное слово Учителя. «Всякую у меня веть, не приносящую плода, он отрубает» здесь написано «отрубает» и бросает в огонь. Как бесполезная молитва, а как же слова Павла в этой же 14 главе 1 стихе «Моляющийся на ином языке тайны Богу говорит». Моляющийся на ином языке говорит тайны Богу. Это уже мой комментарий. А он сказал, что это бесполезная молитва. Это вовсе не бесполезная молитва, как утверждает Скибко, так как я говорю, так как я учу, так как я понимаю Священное Писание. Понимаете? Потому что если в Библии сказано в 14 главе, что молящийся на ином языке тайны Богу говорит, то я не могу выбросить этих слов из Писания. И дальше. Он говорит, что мое убеждение в том, что Павел, будучи восхообразованным человека, знал несколько языков еврейский, арамейский, римский, греческий, македонский и, вероятно, еще несколько языков. Он имел в виду, что Павел, когда молился на иных языках, он молился, значит, может быть, на македонском, на римском, может быть, на греческом, арамейском, еще в его понимании, вот этого служителя. Это значит, молитва была, Павла совершалась на таких языках. И дальше о языках пятидесятников. Он говорит, я исповедую такую точку зрения по поводу иных языков пятидесятников. Ну, это касается харизматов. Харизматы тоже молятся на иных языках. В основном это явление физиологии. Ведь известно, что человек существо внушаемое. Налицо гипнотическое влияние. Совсем недавно массовое падение на стадионах, которое проводил Кашпировский и Чумак, лишь подтверждает этот вывод. Интересные доводы, конечно, он приводит. Слышите? Берет мирских людей и берет людей, рожденных свыше, рожденных от Духа Святого и говорит, что на нас Кашпировский якобы влияет. Он дальше говорит, это приобретенный навык. Навык. Он называет это говорением на иных языках, говорит, приобретенным навыком, который не есть язык. Это его слова. Я читаю его слова. Ибо его никто не понимает, как бы ни старались истолковывать. Как бы ни старались истолковывать. Интересно. А кто его может понять без Духа Святого, если нет истолкователя? Говорит, есть дар истолкования иных языков. Неужели вы этого не понимаете? Кому дано от Бога Всевышним, кто наделен этим даром истолкования языков? И, конечно же, он говорит дальше, духовное основание для меня в том, слышите, в чём его духовное основание? Что сей язык лишь, повторяю его слова, разрушает церковь, увлекая внимание людей от Иисуса Христа на собственное состояние, эмоциональный подъём и чувство гордости? Я читаю его слова. Существует, вероятно, и демоническое влияние, как высказывает этот уважаемый служитель Сипко Юрий Кириллович, председатель Российского Союза и ангельских христиан-баптистов. Существует, вероятно, и демоническое влияние, которое неизбежно в тех случаях, когда люди ищут сверхъестественного, не доверяя Богу. Я с ним согласен, да. Когда люди иной порой увлекаются сверхъестественным и ищут сверхъестественного, вот тогда туда дьявол может и прихватить. Может. Но мы не впадаем в эти сети, ища сверхъестественного. Когда мы крещены в Духе Святом, это сверхъестественно снисхождение. Этот дар проявляется через нас, когда мы говорим на иных языках. Мы не ищем на иных языках. Мы ищем Бога, ищем его волю, где написано, если кто возжаждет, будет просить, то оно будет тому дано. Дальше. Не доверяя Богу, не довольствия тем, что Он дал, но требуя строго определенного иного языка. Конечно, мы никто не требует из нас определенного строго языка. Какой Бог дал? На таком языке я и говорю. Как Он определяет? Как Ему угодно. Дальше Он говорит, оно для меня говорение на иных языках совершенно очевидно. Это то, что язык не есть дар Духа Святого. Слышите? Говорят такие слова, что язык, иной язык и молитва на ином звуке не есть дар Духа Святого. Я закрываю, говорю, что таким образом Он хулит Творца, хулит Духа Святого. Потому что написано, всякая хула простится на Бога Отца, на Иисуса Христа, но хула на Духа Святого не простится. Поэтому с Него будет спрашивать Бог. Когда Он перед Ним предстанет, спрашивает, да что, говорение на их языках, то, что Павел делал, то, что многие делают и ныне, и молятся, это хула на Духа Святого? Это что? Язык не есть дар Духа Святого? Пусть Господь вразумит его. Если Он поймет, что это грех, пусть просит прощения, пусть просит покаяния. Мы же будем стоять и утверждены в том, в чем мы научены. Потому что Библия вчера и сегодня во веки тот же. То, что говорил Иисус учил 2000 лет тому назад, то, что передал апостол Павел нам через свои рукописания, то истинно и не ложно. Поэтому это мы исследуем с таким трепетом, с таким вниманием все священное Писание. И там, где написано, это, помню, по-моему, первое послание Коринфянам. Сейчас скажу. У меня есть словарь. А, у меня словарь это в греческом языке. Есть в первом послании Коринфянам место, где говорит Павел о том, что если кто войдет в собрание святых, и они молятся на их языках. Да? Давайте обратимся к этой главе. Скажи стих, пожалуйста, и главу. Сейчас. Да. Скажи, пожалуйста, 14 глава первого послания Коринфянам, 23 стих, да? Давайте прочитаем этот стих. Как написано в Синдальном переводе. Возьми микрофон, прочитай, пожалуйста. Если все церковь сойдется вместе, все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца обнаруживаются, и он пойдет вниз, поклонится Богу, и скажет, истинно с вами Бог. Хорошо. Виктор, подойди, пожалуйста, сюда. Сейчас мы прочитаем из перевода, нового перевода, и прочитаем с оригинала. Вот что написано в оригинале, в новом переводе. Поэтому, если вся церковь сойдется вместе, и все будут говорить иными языками, и выйдут несведущие и неверующие, то не скажут ли они, то не скажут ли, что вы безумствуете. И к слову «безумствуете» в Доносновском, где написано греческое слово «майн о майн», и в оригинале греческого тоже написано что? «Безумствуете». «Безумствуете». И это слово «майн о майн» отличается от греческого слова даже «майн». Это там, где корень «дьявол» на русском языке. Тут «майн о майн» связано с твоим разумением, с твоим мозгом, головой. Там же, с духовными вещами, когда идет речь от дьявола, когда ты беснуешься, когда у тебя бес внутри. Понимаете? Так вот, это слово «майн о майн» обозначает «безумствуете», «диете безрассудно», «безглуздо», «бушуватый», «шалониты». Но бесноваться — это когда проявляются через тебя бесы. И когда я помню один… не через тебя, я прошу прощения, когда через кого-то проявляются бесы. Вы понимаете? И вот когда была внесена правка в этот конкретный стих, и один из сотрудников баптистской организации тоже читал, тоже знакомился, он говорит мне в письме, «зачем вы заменили хорошее слово «безнуйтесь» на «безумствуете»?» Я ничего не заменял. Я отобразил то, что написано в оригинале. Спасибо, Виктор. То, что написано в оригинале. Потому что есть несколько разниц. Безноваться — и безумствовать. Почему? Я вам объяснил, почему. Разный корень этих греческих слов. Павел не писал, что когда кто-то уйдет и увидит вас с молящимися на иных языках, то скажет, что вы беснуетесь. Он написал, что вы, дескать, это самое. Действуете как бы безрассудно, безумно. Вы же люди, образованные, грамотные. Зачем так поступать? Безумствуете, да. Но бесноваться — это когда люди, обладаемые или у которых дьявол, которые имеют бесов. Из таких людей иногда ученики изгоняли бесов, да? Но иногда даже их изгонять не надо. Как и говорит оригинал Священного Писания. Если, допустим, пришел один из жителей города к Иисусу, говорит, Иисус, исцели Сына Моего. Я к кому не обращался? Всем. Вся инстанция обошел. Говорит, и учеников даже твоих просил. И они не могли изгнать из него беса. Он говорит, приведите мне его сюда. Помните? Это местописание. Они привели. Что произошло, вы знаете. Вышел из него бес. Иисус помолился. Приказал ему выйти из него. Он сначала был как мертвый, да? А потом, говорит, дайте ему. И они забрали его. А потом отдельно в комнате они спросили Иисуса, а почему мы не могли изгнать из него беса? Слышите, что они спросили? Почему мы не могли что сделать? Изгнать из него беса? Вы знаете, что им Иисус ответил? А он им говорит, этот дух выходит постом и молитвом. Он не сказал, этот дух изгоняется. Этот дух выходит, он сам выходит по посту и молитве. Этот дух выходит постом и молитвой. Выходит. Открыл дверь, он сам пошел. Ты только постишься и молишься. Не надо я здесь. Я приказываю тебя выйти из него вон. Не, ничего не надо. Ты только молись и постись. И он сам выйдет из него. Не сделай ни воли. Дело в том, что есть определенные вещи, которые Иисус уточнял и говорил. Что этот конкретный дух, который вышел из него, он выходит постом и молитвой. Все. Если вы будете знать хорошо Священное Писание, понимать, разуметь, то вы будете знать, что пост и молитва это великое оружие у христиан, благодаря которому вы будете совершать многие чудеса во славу его. Когда будут духи выходить из многих больных, люди будут получать исцеление. Благодаря чему? Что та сила, которая у вас, та молитва, которой вы будете обладать и обладаете, благодаря которой будете молиться, будете делать многими свободными. Многих делать свободными, потому что Дух Святой будет действовать через вас. Не благодаря, что у вас сильный голос, там вы будете возвышать его до такой степени, что это будет несколько дБ, такое, что будет противоложная улица слышать. Нет, не в этом сила. Он, Иисус говорил, не в этом сила. Поэтому мы должны обращать внимание все, что говорил Иисус, все, что Он повелевал, все, что чему учил, очень тщательно, внимательно говорить к тому, что Он передавал ученикам Своим. Потому что, приведу один пример, что когда ученики Его задремали, в Гимн Симанском Саду это было, Он говорит им, что Вы спите? Не могли хотя бы Вы молиться один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не, чтобы что не сделать? Чтобы не впасть в искушение, да? Так вот, представьте себе, что в искушение никогда впасть нельзя. Знаете, почему? Потому что оригинал, текста Нового Завета не использует это слово впасть в искушение. Оригинал текста использует обыкновенное слово, активную форму глагола, чтобы не войти в искушение. А почему? Потому что есть большая разница между словом впадать куда-то и входить куда-то. В 2003 году Саша уже слышал, приезжал к нам Дэвид Вилкерсон и приводил такой пример в отношении войти в искушение, что у него был знакомый, который однажды зашел к нему в офис и говорит, Дэвид, ты помнишь меня? Говорит, не помню. Ну как же? Я же пастор такой-то церкви. Говорит, а ты что? Лет 15 назад, после окончания служения, у него была семитысячная церковь, он шел по Нью-Йорку и шел мимо кинотеатра, на нем написано для гомосексуалистов. Он туда вошел. Говорит, Дэвид, я вышел оттуда другим человеком. Я потерял семью, потерял детей, потерял жену, потерял церковь, я все потерял. Я стал другим человеком. Вы знаете, он когда шел по улице Нью-Йорку, он не впал в этот кинотеатр. Он не очнулся там где-то что-то. Он туда вошел. Люди входят в искушение. Когда они говорят, да что там, пойдем за столиком посидим-то. А утром проснулся, уже не сам проснулся, а с кем-то. Понимаете? Потому что принял лишнего. Ну, подумаешь, ну что, мне же все позволительно. Принял лишнего. Да и не одну. Он не впал в кровать с кем-то. Он туда лег осознанно. А проснулся уже гипс на руке. Очнулся, очнулся гипс. Правильно? Люди не впадают в искушение. Поймите. Они осознанно говорят, да, хорошая компания «Интвей». И я туда войду. Они входят в эти компании. Они впадают в какие-то бизнес-структуры. Слышите? В бизнес-структуру невозможно впасть. В нее входят осознанно. Но потом, когда теряют деньги, потом плачутся, говорят, ну уж, меня вовлекли. Я впал. Заблуждение. Поэтому бодрствуйте и молитесь, чтобы не войти нам в искушение, когда нам что-то предлагают не то, что не по Писанию. Поэтому для нас очень важно, что говорил Иисус. Войти или не войти, впасть или не впасть, изгонять или Он сам выходит. Понимаете? Они беснуются или безумствуют. Для нас все очень важно, что сказал конкретно Иисус, что конкретно говорит Священное Писание. Потому что Иисус не изменяется. Он вчера и сегодня вовеки тот же. То, что говорилось в Ветхом Завете и то, что запрещалось в Ветхом Завете, запрещалось конкретно. Когда Бог Отец запрещал что-то говорить, что-то делать, Иисус не пришел и не сказал. А теперь Новый Завет. Мы под благодатью. Это все можно. Я вам разрешаю. Слышите? Нет, 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 нет. Слова, которые сказаны Иисусом в Евангелии от Матфея. Ибо иго мое благо, он говорит, ибо иго мое благо, и фортион мая легка. Греческое фортион, это вовсе не бремя. Это вовсе не бремя, к сожалению. Многих, которые понимали, что это бремя. Вы знаете, я вам скажу, какая разница между тем, что сказал Иисус и то, что записано в Евангелии. Это для нас имеет колоссальнейшее понимание не только Нового и Ветхого за это. Но давайте на эту тему поговорим завтра. Поговорим завтра, потому что для этого надо как минимум минут десять, чтобы прочитать вам несколько стихов. И вы сказали, Папа, я прошу, что я была невнимательна ко многим местам. И я их читала, потому что так написано. Но наша ответственность исследовать Священное Писание, делать это, как вереяние, вереяние, чтобы потом нам не говорить, что я считала, что написано. Мало ли, что написано. Это написано человеками, я такого никогда не говорил. Иисус скажет, я такого никогда не говорил. У тебя была возможность почитать подсрочник, услышать Валерия Александровича Громова, моего сына, который приходил вам и говорил в Священное Писание то, как написано в оригинале, чтобы мы действительно прилепились к Его Слову, к истине Его и ценили Его Слово превыше всякого человеческого Слова наставления, потому что именно Его Слово вас изменит. И моего Слово сделает вас мудрыми, которые будут ходить в истине и в страхе Божьем. Только страх Божий спасет вас от любого падения, потому что написано, что бойтесь, чтобы не упасть, бодрствуйте и молитесь, чтобы не войти нам. Но давайте поговорим в отношении того, что сказал Иисус на следующем уроке, чтобы мы в полноте могли познать ценность, то, что говорил Он вчера, сегодня, и то, что оно будет звучать вечно, и в Новом Завете, когда Он придет, когда будут люди изучать Священное Писание, даже после Его возвращения. Аминь? Аминь. Всего доброго, благословения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok